Всем привет, друзья! Меня зовут Константин Муравьев, и я агент по недвижимости. Руководитель и основатель агентства МК «Недвижимость» и партнеры. И вы на моем канале, который полностью посвящен недвижимости в Москве и Московской области. На своем канале я вам показываю московские квартиры изнутри, рассказываю про ценообразование, показываю районы, рассказываю про плюсы, минусы того или иного района в городе Москва и области. Ну и, собственно, благодаря этому вы получаете информацию очень ценную, не выходя из дома. Итак, за моей спиной жилой комплекс «Настроение на Ярославском шоссе» от застройщика ФСК «Лидер». Сейчас мы пойдем, посмотрим, погуляем по территории, я вам покажу квартиру изнутри, которую я продаю, расскажу про сам район, про его плюсы, минусы, про цены обязательно скажу, но про цены скажу в конце, поэтому смотрите видео до конца. Жилой комплекс расположен в Ярославском районе города Москва, это северо-восточный административный округ. Друзья, с застройщиком я никак не связан, мне никто не платит, снимаю все по собственной инициативе. В этом видео расскажу вам про плюсы и минусы данной локации, про плюсы и минусы данного жилого комплекса, про цены образования расскажу, цены дам в конце, извините, придется смотреть все видео до конца. Да, и не забывайте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки обязательно, это поможет продвижению канала и этого видео. Первый плюс этого жилого комплекса – это закрытый двор. Машины там ездить точно не будут, и детям вашим, которые будут гулять на этой площадке, ничего не помешает. Жилой комплекс комфорт-класса, в нем есть подземный паркинг. Дома в данном жилом комплексе переменной этажности от 8 до 22 этажей. Квартира, которую мы будем смотреть сегодня чуть позже, находится вот за моей спиной в этом корпусе. В нем 22 этажа, а на 22 этаже, кстати, находятся двухъярусные квартиры. Сколько они стоят, я скажу в конце этого видео. Давайте пройдемся по детской площадке. Стол теннисный. Покрытие очень мягкое, не знаю, надолго его хватит или нет. Кстати, если на него упадешь, то как наждачка, сотрешься до самого мяса. Здесь некая конструкция. Видимо, чтобы по ней детки лазили. Футбольное поле, оно же баскетбольное. Здесь детская площадка на двух уровнях. Вот еще один уровень. Некие космические яйца, качели. Мне очень понравилась вот эта вот инсталляция, на которой, я так понял, можно отдыхать. Я что-то подобное видел в парке Горького. Пока идем с вами в соседний дом, расскажу вам про локацию более подробно. Мы с вами в 5 километрах от МКАД по Ярославскому шоссе. До метро ВДНХ, отсюда 5 километров. Ехать нужно либо на автобусе 20 минут, можно на такси 15 минут. Есть еще станция электрички Лосино-Островская. В принципе, электричка в Москве, это очень удобно. До центра города, до трех вокзалов, на ней минут за 15 можно доехать. Единственное, до нее идти пешком 15-20 минут. Это где-то 2,2 километра. Есть еще МЦК, это Московское центральное кольцо. Называется станция Ростокина. Но до нее идти через мост, какими-то переходами, вообще непонятно как. Она вроде и недалеко, но дойти до нее реально сложно. Здесь у нас пока непонятно что. Что-то вроде качалки. Да, здесь спортивные тренажеры, турник. Здесь тоже перепад высоты, как в соседнем дворе. Но здесь все залили покрытием мягким. До Кремля, отсюда, от жилого комплекса, по прямой, по Ярославке, потом по проспекту Мира. Это 14 километров. Я думаю, без пробок за 30 минут доедете точно. Да, обзор получится своеобразный. Все вокруг шумит, пилится, строится. Вам придется немножечко потерпеть. Что я хотел сказать про инфраструктуру. Дом находится по адресу улица Красная Сосна, дом 3. Район Ярославский, напомню. Здесь есть все. Торговый центр огромный через мост. Раньше он назывался Золотой Вилон. Сейчас, как не знаю, называется. Это не важно. Рестораны, кафешки, школы, детские сады, банки. Все это здесь в радиусе, ну, не знаю, 200-300 метров. Ресторанов, короче, не очень много, но есть. Высшеучебные заведения в этом направлении тоже есть. Вообще в Москве в любом районе все, что я перечислил, есть. Но я специально это повторяю, потому что люди, которые живут не в Москве и смотрят мои обзоры, часто задают такие вопросы. Им кажется, что в Москве есть такие районы, где нет банков, детских садов, школ, ресторанов и магазинов. Они есть. Пойдемте смотреть уже квартиру. А, мы зашли на черную лестницу. Блин, не туда. Как я и говорил, на уровне земли вход в подъезд. Очень удобно. Здесь для охраны помещения. Кстати, есть такая фишка в этом доме. Я вообще не встречал, мне кажется, в новостройках. Один подъезд на весь дом. Видите, да? С этой стороны два лифта, грузовой и пассажирский. И с той стороны тоже самое, грузовой и пассажирский лифт. Подъезд сквозной. Можно зайти с улицы, там, где супермаркет. Кстати, очень удобно. Магазин сходил, прямо с этой стороны зашел и пошел домой. Здесь есть в подъезде еще колясочная. Сейчас покажу дверь. Вот она. Это очень круто, что в подъезде есть туалет. Он не работает, но ладно. Гуручик. Конкуренты затерли цифры, но если вы прочитаете, звоните. Наш с вами 11 этаж. Успел застройщик купить лифты. Лифты ОТИС. Регенерацию, они делают энергию еще. Так, наш 11 этаж, мы приехали. Итак, давайте сразу справа посмотрим, что здесь. Вы, наверное, уже догадались, здесь мусоропровод. Вот такая интересная дверь, но она, блин, закрыта. В общем, кондиционеры, наконец-то, ставятся на отдельном балконе. Вот здесь. Это все для кондиционера в балкон. На полу плитка самая обычная, двух цветов. Стены. Штукатурка, покраска. Так, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть квартир на этаже. Нифига себе. Ладно. Здесь пожарная лестница. Чистенькая, приятная, вентиляция. Ладно, наша квартира в этой части дома. Конечно же, будут сверлить, пилить у нас там на фоне. Давайте посмотрим сначала прихожую. Прихожая, на самом деле, узкая и длинная. Места для хранения здесь будет организовать очень сложно. Вот, посмотрите, небольшая узкая полосочка осталась для шкафа. Как его сюда воткнуть и как вешать в него одежду и хранить, непонятно. То есть, большая часть общей площади занята вот этим вот коридорищем. Ну, хорошо, здесь можно сделать большой шкаф. Окей. То есть, до какого-то момента его можно вот до сюда растянуть. Квартиры застройщик сдает совсем без перегородок. Хорошая экономия на материале. Только здесь по полу намечены туалеты, ванны. В принципе, можно это все объединить. Здесь идут короба вентиляционные, водичка. Ну, здесь все, кстати, сделано качественно. Горячая, клапана хорошие. По большому счету, планировка удачная. Соседей у вас практически нет. Подразумевается, что будет две комнаты. 13 и 15 метров. Одна из них будет с двумя окнами, вторая с одним окном. Кстати, вид неплохой за счет того, что квартира в углу. У нас открывается панорама на Лосиный остров. Заповедник про него я в конце скажу обязательно. Потолок здесь 2,75 в черновом варианте. Я думаю, в чистовом он где-то будет 2,60-2,65. Но это, наверное, я думаю, нижний порог допустимой высоты вообще потолка. А дом, напоминаю, комфорт-класс. По этой конструкции вы, наверное, догадались, что это каркас дома. Напоминаю, каркас дома сделан по монолитной технологии. А уже наружные стены выложены вот таким вот пеноблоком. Если ошибаюсь, поправьте меня, но на первый взгляд это пеноблок, кирпич из него. Далее. Фасад утепленный, вентилируемый. Давайте я вам покажу, как он выглядит. Снимать в новостройках обзоры очень сложно. Сверлят очень сильно, мешают записывать мне видос. Также в квартире есть еще лоджия. Давайте посмотрим и лоджию. 3,5 метра лоджия. Она по коэффициенту 0,5 присоединяется к общей площади. Когда я вам сказал, что квартира 59 метров, это подразумевается, что еще полтора метра от лоджии туда добавлено. И деньги берут также за эти полтора метра по коэффициенту. А не за все три. Это имейте в виду, друзья, когда будете оценивать квартиру свою. Это еще одна из особенностей локации. Вот, честно говоря, все это авторынки. Вот что в этих цехах непонятно, но на мой взгляд и насколько я помню, это некие склады, какой-то терминал складской. И также там еще есть депо. То есть туда заезжают либо это депо, либо просто туда заезжают вагоны на разгрузку-погрузку. А это, друзья, национальный заповедник Лосиный остров. Да, я вам про него не рассказал, оставил напоследок практически. В общем, в 500 метрах от вашего дома вход в национальный парк Лосиный остров. Там реально живут лоси. Их очень много. Вот смотрите видосик. Буквально недавно вышли на северо-восточную хорду. Блин, очень жалко. Надеюсь, с ними все хорошо. Прикинь, на мотике так 300 летишь. Национальный парк Лосиный остров что подразумевает? Если вы живете в этом доме, то у вас велопрогулки, лыжные прогулки, пешие прогулки, рыбалка, грибы, ягоды. У них здесь есть все вообще. В той стране, если посмотрите, есть очень большой торговый центр. О нем я ранее говорил. В той стране, где две башни, это Триколор жилой комплекс. Кстати, там цена метра. Квартиры там очень недорогие, но большие. Чуть-чуть правее, там ВДНХ парк. Он видно колесо обозрения, Останкинская башня. По полу у нас разведено отопление. Батареи, в общем-то, простенькие, но регулируемые. В общем-то, их хватает. На этой стене две батареи. Давайте здесь, на лоджии, поговорим о ценообразовании в данном жилом комплексе. Итак, однокомнатные квартиры застройщик здесь продает по цене от 13 до 14 миллионов рублей. А жилая площадь в этих квартирах, точнее, общая площадь в этих квартирах от 34 до 40 метров квадратных. Время сейчас непростое. На рынке ситуация невероятно сложная. Есть те, кто продают здесь квартиры однокомнатные, 32-метровые, по цене 9,9 миллиона рублей. Я называю этих людей так, иницифицирую. То есть, они вот сейчас столкнулись с реальностью. А есть другие, которые с реальностью еще не столкнулись. И они пытаются однушки здесь продавать по 15 миллионов рублей. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Их ждет успех. Продадут за 15. Я вам показывал здесь последний этаж, поднимался на коптере. И вы там видели такие очень большие окна. Это двухъярусные квартиры. Так же, как и в датском квартале, обзор на который у меня ниже, полистайте, он есть еще на этот жилой комплекс. Двухъярусные квартиры здесь продают. По полу они 37 метров, но застройщик пишет, что всего в них 56 вместе со вторым уровнем. И пытается их застройщик продавать по 20 миллионов рублей. Мне тоже вообще непонятна эта цена. Вам понятно? Напишите в комментариях, что думаете на этот счет. Двухкомнатные здесь очень разные. От 52 до 65 метров квадратных. И продает их застройщик от 17,5 миллионов рублей до 23 миллионов рублей. 23, опять же, двухъярусная двушка. У физлиц, уже у тех, у перекупщиков, есть квартиры с ремонтом двухкомнатные. Они их продают по 20 миллионов рублей. Там ремонт под ключ, вплоть до вилок и ложек. За нашу квартиру 59 метров мы просим 16 миллионов 900 тысяч рублей. А трехкомнатные квартиры у застройщика продаются по цене от 18,5 миллионов рублей до 23. Метраж от 75 до 85 метров, если не ошибаюсь. Очень быстро спустимся с вами на подземный паркинг, потому что он здесь есть, и я обязан его показать. Минус первый этаж, на лифте спускаемся. Просто покажу вам пока подземный паркинг, как он выглядит, а в титрах напишу, на сколько машиномест он рассчитан. Выглядит очень прилично. Мне нравится. Кстати, чуть не забыл, кладовки есть на минус первом этаже. Смотрите, сколько. Сколько стоит, напишу в титрах. Для автомобилистов информация. Добираться до дома вы можете по трем направлениям. По северо-восточной хорде. Очень крутая штука. С Ярославки на нее заезжаете, и можете хоть до Некрасовки долететь через всю Москву, через весь Юго-Восток. Но также и обратно. Также по Ярославке. По Ярославке есть сложности. У метровой ДНХ есть мост. Там и будет стоять в пробках. В час пик, естественно. Нужно выбирать время. Ну или через МКАД, до МКАДа, как я уже говорил, здесь 5 километров, 5 минут без пробок. Очень круто залетел, вылетел. Обещал вам плюсы и минусы. И так понеслась по плюсам. Двор без машин, дети в безопасности. Это плюс. Отделка, качество строительства, дворы, детские площадки. Все супер тоже. Это большой плюс. Вход в подъезды на уровне земли. Это плюс. Стеклопакеты, я забыл про них сказать. Хорошие. На лоджиях вообще алюминиевые стеклопакеты. Тоже хорошие. Можно не менять и оставить. Такое редко. Это плюс. Для автомобилистов очень удобно. Северо-восточная хорда, Ярославское шоссе, МКАД, добираться, приезжать, уезжать. Очень удобно. Плюс. Рядом заповедник, Лосиный остров. Это огромнейший плюс. Это тоже плюс. Ну подземный паркинг тоже плюс. Он должен быть, само собой разумеющийся. Ведь жилой комплект позиционирует себя как комфорт-класс. Теперь поговорим о минусах. А минус то, что до ближайшей станции метровой ДНХ 5 километров. Добраться до нее пешком нереально. До станции МЦК пешком тоже не дойдешь. Там какими-то мостами, переходами непонятными нужно добираться очень сложно. До электрички 15-20 минут пешком, но я думаю, это тоже минус. Дальше. Я говорил, что это плюс для автомобилистов, но сейчас скажу, что и минус. Через ВДНХ, через мост заехать очень сложно. Там постоянно пробка в оба конца. Я говорил, что есть Лосиный остров. Да, это плюс. Но также есть и минус. Это непонятная промзона под окнами и по соседству какие-то склады машинами торгуют. Цены на квартиры в этом жилом комплексе от 250 тысяч за метр. Вроде как бы недорого, но из-за того, что метражи большие, все-таки получается на круг очень даже недешево. Это, наверное, и плюс, и минус. С вами был Константин Муравьев, руководитель и основатель агентства МК Недвижимости и партнеры. Покупайте и продавайте недвижимость с профессионалами, приумножайте свой капитал, сохраняйте свой капитал. Мой телефон есть в описании к этому видео. Если вы хотите продать квартиру в Москве или области, звоните, пишите. Я всегда на связи. До новых встреч.